Здравствуйте, дорогие телезрители канала Афонтова и, конечно, мои подписчики на канале YouTube. Здравствуйте, Россия! Здравствуйте, все иностранцы, которые вокруг нас, потому что очень много подписчиков из других государств. Я хочу сегодня еще раз показать вам пирог с ягодой в сметанно-яичной заливке, потому что очень много просьб, которые, вот, от телезрителей особенно, которые просят повторить этот рецепт. У нас впереди Новый год, и этот пирог печется очень быстро, и сегодня он будет из слоеного недрожжевого теста. Он будет не с земляникой той садовой, мелкоплодной, а вот с такой ягодой. Это замечательная, крупная, нарезанная ягода, потому что идешь никуда, такую не положишь. Это альбион, и мы испечем этот пирог, и вы будете уверены на 100%, что из любой ягоды, будь то смородина, там, жимолость, неважно, как она называется, брусника, клюква, это может быть и малина замороженная. Вы испечете пирог на Новый год, и всем вашим родным и близким будет очень приятно. И мы начинаем. Ну, для начала мы сделаем саму заливку. Из чего она вообще состоит? Вот, посмотрите, это сметана. Столовая ложка с горкой сметаны. Это сахар. Это яйцо. Вот сейчас я разобью яйцо, и, естественно, добавлю туда одну ложку сметаны, одну ложку столовую сахара, и вместе с яйцом очень тщательно все перемешаю. Вот она, ложка сметаны. То есть продукты очень демократичные, имеющиеся практически в каждой семье. Ну уж, мороженая ягода в нашем краю, она в каждой морозилке. Ну, я думаю, что достаточно вполне. Здесь как раз ложка. Это не надо взбивать, это нужно просто перемешать, что я с большим удовольствием и сделаю. Сначала, значит, готовим заливку, потом займемся тестом. Для того, чтобы пирог получился вкусным и нежно-сладковатым. Он не противный сладкий, он не насыщенно сладкий. Сметана, конечно, может быть любой. Это, конечно, не постный пирог, уверяю вас. Но Новый год – это праздник, когда на языке должно быть приятно. А уж глазам-то как должно быть приятно. Родные и близкие, они же на запах идут и глазами все видят, что им там приготовили. Заливка готова. Теперь нам нужно открыть тесто. Противень готов и все сбрызнуто холодной водой. Прямо вот так, можно прямо из-под крана. Все, открыли пакет. Здесь, естественно, два листа. И для того, чтобы они у нас не слипались и чтобы вели себя прилично, мы поступим очень просто так вниз. А теперь нужно их разъединить. Это не очень трудно, даже если тесто растаяло. Постарайтесь все-таки слегка оттаившее тесто привести в соответствие. Сейчас я их немножко раскатаю, каждый лист. Нам надо раскатать их чуть-чуть пошире, для того, чтобы у нас два листа вошло вот в эту форму. И мы совершенно спокойно могли бы сделать пирог во всю его ширину. Если заливки будет мало, можно сделать еще порцию. Это же очень быстро. И я считаю, что если вы на пирог потратили два листа теста без дрожжевого, слоеного, если вы одно яйцо, два яйца, там, две ложки сахара, две ложки сметаны истратили, это ведь очень экономично. Вот один лист. Теперь чуть-чуть раскатаю второй лист. Немножко нужно муки, потому что скалка будет все-таки прилипать. Хорошо, конечно, на силиконовом коврике делать, но я его все как-то купить не могу. Как-то, знаете, руки не доходят. Может, подарят на Новый год кто-нибудь. Ну вот смотрите, здесь как бы много сильно перекрывается этим листом теста, поэтому мы его подвинем слегка, соединим середину и поднимем края. В этом ничего страшного нет, потому что тесто слоеное, от этого только оно пышнее будет. Ну, мы можем и отрезать. Вот понимаете, есть такое слово ножницы, да? Вот так примерно лишнее отрезаем. И не надо бояться, ничего некрасивого здесь не получится. Это пригодится еще на пару пирожков. Мы уберем в холодильник и уберем в морозилку. А вообще-то попробуем из того, что осталось, сделать украшение. Сделаем плетеночку, например. Нам придется приподнять вот этот край. Вот эти вот уголки тоже можно обрезать, они тоже пригодятся нам для украшений. Правда, пирог готовится очень быстро. Вот если гости на пороге, а они настолько неожиданно явились, не запылились, вам придется немножко потрудиться. Запас, пару пачек слоеного теста в холодильнике должен быть всегда. Ну, вдруг детки приедут, которые сто лет не приезжали. Все, тесто уложено. А теперь берем нашу замечательную ягоду замороженную. Она, конечно, в сиропе, но мы будем снимать сверху. И я буду делать это руками. Я не люблю делать это чем-то. Для меня руки самый лучший инструмент, хоть на даче, хоть на кухне. Я салаты смешиваю руками и все делаю руками. Вилка хороша, когда ты ешь. Раскладываем ягоды и помним, что расстояние между ними немножко оставляем, для того, чтобы туда налить нашу замечательную заливку. Заливка хороша тем, что она-то как раз и будет держать форму, потому что она состоит из яйца. Как только яйцо будет в духовке, оно тут же свернется и останется этой массой прямо там, куда мы его налили. Но это от старания. Мне очень хочется, чтобы вы понимали, что домашний труд, он не так страшен. Главное, хотеть это сделать. Вот если вы хотите, чтобы у вас дома был покой, мир и тишина, а ведь кто счастлив дома, тот счастлив вообще, то тогда давайте старательно учиться и делать так, чтобы к вашему красивому столу сбегались... Сбегались, знаете, кто? Сбегались мужики. Три-четыре крупных, семь-восемь мелких, как говорит Жванецкий. И это очень полезно для молодых женщин. Вот единственное, что меня смущает в ягоде смородине, сколько бы раз я не пекла с ней печенье, которая на мясорубке крутится, помните, из песочного теста, почему-то все потом становится сине-фиолетовым. Меня это смущает. Но по вкусу оно изумительное. Поэтому и такой пирог со смородиной мороженой тоже можно делать. Ну, все, ягода уложена, это уже лишнее. Это примерно вот так. Заливки у нас не очень много, поэтому думаю, что второй раз придется ее делать, потому что я люблю, когда все вкусно, много, красиво. И от жадности помирать не надо. Не этот случай. Потому что такой пирог, он прям, знаете, подавать можно и президенту даже. Если вдруг на чай попросится, можете печь такой пирог смело. Я думаю, что ему понравится очень. Нам не хватило заливки, и мы еще делаем добавочку. Вот не умею разбивать яйца. Проблема у меня. Ой, так и без этих... Ну, началось. Деревне утро. Упала шкурка. Так, пустые яйца сюда. Значит, ложка сметаны. Этого будет достаточно вполне. Можно палец облезать? Можно. Так, это сюда. А теперь сахар. Яйцо, сметана, сахар. Ничего не перепутайте. Хотя и запутаться тут очень сложно. Все, ложка. Больше не надо. Не надо, чтобы было очень сладко. Еще и, не дай бог, сахар не разойдется и будет поскрипывать у вас на зубах. Ложка сметаны дает нежность, яйцо дает сворачиваемость, а сахар дает, понимаете, такую изысканную слегка сладость. Но постарайтесь сделать. В магазине этой клубники мороженые просто немерено. Там есть вишня мороженая, там есть брусника. А бруснику сверху вы можете еще и не только эту заливку использовать. Если уж вы там сделаете пирог, ну, на тесте обычном, не только на слоеном можно делать, то, естественно, можно сверху взбитой сметаной. О, это вообще отпад с истерикой. Вот у простого народа, у нас изысков немного, конечно, но если уж мы что-то делаем, то я вас уверяю, что наши блюда простые, сибирские, народные, они стоят того, чтобы их попробовать и поесть. И не только на праздник, но и в будний день. Ой, я думаю, что у меня очень красиво получилось. Смотрите, какое нарядное. Причем, вот год петуха наступает. Вы знаете, что красное должно быть обязательно, да? Как говорила Коко Шанель, если женщине нечего одеть, оденьте красное платье. Вот у нас красная ягода. А в год петуха красное должно присутствовать обязательно и на столе, и в одежде. Ну, кажется, наш пирог готов. И очень хочется посмотреть на него. О, какой он красавец! Ему, конечно же, надо остыть. Он, конечно же, очень горячий. К сожалению, попробовать его не удастся, пока он не остынет, потому что ягода чуть-чуть стекла на бок. Все-таки бортики сделайте, ведь тесто-то осталось у нас. Вот, ой, такая нежность! Вот все руками люблю трогать. И оно не садится, видите, какая получилась заливка плотная. И она очень нежная, она не сладкая и не приторная. Ну, я хочу сказать, что я очень старалась и надеюсь, что у вас все получится так же, хотя бы так же, как здесь. Он потихонечку будет садиться, но от этого он хуже не станет. Всего вам доброго и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин